Россия в огне. В Сибири и на Дальнем Востоке уже больше месяца бушуют лесные пожары. О, мои. Как такое вообще остановить? Возможно. Вот так сейчас выглядит Омская область. Горит Хакасия и Бородино. Огонь подступил к двум красноярским поселениям. Людей готовят к эвакуации. Маскаленко горит. Мам, капец. Вон железная дорога вся. Вон ужас. Часть жителей Тюменской области уже остались без жилья. Местные жалуются, что помощь в тушении пожаров недостаточно. С огнем справляются подручными средствами. Вот так вот сегодня горит в селе Лугабском в Минусинском районе лес. Огонь доходит уже до самого села. Помощи толком никакой. Тут вертолетом тушить надо. Ни одна пожарка не поможет. Огонь по деревьям, еще ветер сильный. Все вертолеты брошены на Украину. Своих не бросаем. Стихия неконтролируемая и остановить ее некому. Эксперты заявляют, большая часть огнеборцев отправлена на войну с Украиной. Сейчас же в Мариуполе, туда же приехали МЧС Российской Федерации, они занимаются вопросами и разминирования, в том числе. То есть они занимаются разбором завалов и тушением пожаров отчасти. То есть они задействованы совсем в другом направлении. То есть они задействованы не для выполнения стоящей на территории России, а для выполнения участия в боевых конфликтах, в воевом конфликте, в боевых действиях. Огненная катастрофа в Сибири происходит ежегодно. На борьбу с ней МЧС Россия отправляет силы военной авиации. На этом видео за 2019 год локализировать огонь пытаются вертолетами Ми-8. А это видео за 2022. Украинские десантники сбили российский Ми-8 над территорией Украины. И беспилотник МЧС Орлан-10. По официальной статистике Министерства обороны Украины, только на середину апреля украинскими военными было ликвидировано 163 российских самолета, 144 вертолета и 135 беспилотников. Получается, тушить пожары просто нечем. Почему это происходит? Это происходит по ряду причин. Во-первых, достаточно хорошо работает наша противовоздушная оборона. Каждый день мы сбиваем около десятка тех же самых Орлан-десяток и Тахеонов, и серии Зола. То есть беспилотников мы сбиваем достаточно сильно и очень хорошо, и очень много. Поэтому у них сейчас на данном этапе уже появляется определенный брак, недостаток этих беспилотников. И поэтому они уже используют в том числе и беспилотники МЧС. Вместо того, чтобы использовать свою технику МЧС на предупреждение тех возможных событий, которые могут произойти, Российская Федерация, подразделение МЧС, которое использует беспилотники, использует на территории Украины. То есть она использует вообще в другом направлении. Не там, где это нужно было. Для России, на самом деле. Поэтому это тоже показательно, что Российская Федерация неправильно расставляет свои приоритеты. Такие пожары чрезвычайно опасны, поскольку расплавляют ледники на севере, что приводит к выбросу углекислого газа и метана в атмосферу. Люди задыхаются от вредных испарений. Огонь поражает села и приближается к городам. В этом году масштабы катастрофы уже вдвое превысили прошлогодние показатели. И это, видимо, только начало. Ведь бороться со стихией просто некому и нечем.